Так называемый джиппинг, экстремальную езду на внедорожниках по природным достопримечательностям, необходимо регламентировать. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в ходе заседания Краевой комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Необходим документ, который включал бы в себя требования к маршруту и транспорту, а фактически к безопасности такой услуги. Просто находиться в пустом правом поле или в вакуумном правом поле, которое не регулировать нельзя. Я одно понимаю, что может быть джиппинг и подлогные виды экстремальных услуг с свойственными только для Краснодарского края, для других регионов нет. Поэтому проблема так остро не стоит на федеральном уровне. Но для Краснодарского края она стоит, остро. Поэтому давайте еще раз подвергаю ее, максимально быстро разрешим. И к следующему короткому сезону такой закон должен быть. Еще один краевой закон должен понудить нерадивых собственников земли соблюдать правила противопожарной безопасности, проводить опашку, чтобы помешать распространению огня на соседние поля или лесные массивы. Алидаторы полей в том числе причастны к тому, что стерня начинает гореть. Они должны понимать, что в первую очередь несут ответственность пусть перед главой муниципальных образований в рамках взаимодействия за то, что у них на их полях происходит. Или, не дай бог, будет происходить, в том числе, если будет возгорание. На данный момент в муниципалитете выпал объем осадок примерно в четверть прошлогоднего. Лето засушливое. Одна из проблемных точек – плавни. Около недели назад в станице Благовещенской произошел пожар. Специалисты отмечают странные обстоятельства. Глава курорта Юрий Поляков обратился в правоохранительные органы. Как это так? Одновременно в трех точках с разницей в три километра в плавнях загорается камыш. Ну как это может быть? Там нет ни охотников, ни людей, никого. Я кроме как диверсии назвать это не могу. По словам губернатора, сегодня необходимы конкретные действенные меры, а также предложения. Если разрешите два предложения – обратиться к руководству лесхоза и сказать им, что сегодня на территории Малого Треша на лесхозе находятся в порядке 300-400 автомобилей и более тысячи отдыхающих, которые находятся в лесной зоне у них, которые там жарят, парят, что угодно делают. Мы хотим обратить их внимание и хотел бы обратиться к Александру Михайловичу Трерыкину и попросить, чтобы разрешили хотя бы один наряд оставить в сельском округе станицы Благовещенской. Потому что время прибытия от Анапы до Благовещенской в условиях того движения, которое сегодня занимает, до полутора часов. В районе Малого Треша также тушили ландшафтный пожар. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв. Огонь не допустили до населенных пунктов. Юрий Поляков поручил активизировать патрули в сельских округах. По прогнозам синоптиков, жарко и сухо на курорте будет до середины сентября. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Продолжение следует...